Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Что при принятии, как быть, если жизнь потеряла смысл? У меня вроде всё есть, но нет внутреннего удовлетворения. Как добиваешься цели, ничего не радует. Я хочу понять, это психологическая проблема или почему не могу чувствовать себя счастливой. Находясь в компании людей, я не чувствую этой радости. Мне нет смешной шутки и выпивка. Я думаю, может это примитивно для меня. Я не понимаю себя, может ли про это? Вопросы даёт аноним. Соответственно, будем обращаться к нему именно так. Как к анониму? Смотрите. Во-первых, в том, что касается диагнозов, мы вам не подскажем, потому что мы не врачи. Вам нужно непосредственно обратиться к врачу. Терапевту, клиническому психологу, психиатру. Точнее, к последним, к последним двум. То есть, клинический психолог и психиатр. Для того, чтобы вам, значит, провели осмотр. Вот. И подтвердили или опровергли диагноз депрессии. Вот. Потому что депрессия может быть лёгкой, средней и тяжёлой. Соответственно. Вот. У вас может быть та или иная форма. Соответственно, вы можете подтвердить или опровергнуть этот момент. Да. В интернете есть тесты на депрессию. Но лучше всё-таки, на мой взгляд, эти тесты не проходить. Вот. А лучше всё-таки обратить сразу к профессионалу. Да. И как бы получить от него адекватную обратную связь. Если у вас есть подозрения на заболевание. Пока. Пока диагноза у вас нет. Я думаю, что говорить о том, что у вас депрессия преждевременная. Вот. Но зато имеет смысл говорить о том, что действительно у вас психологическая проблема. Экзистенциальная психологическая проблема. По крайней мере, пока что. Да. То есть, когда человек вот теряет смысл своей жизни, он вот как раз таки сталкивается с проблемой экзистенции. Проблемой цели и проблемой смысл жизни. Вот. Это может быть как определенный возрастной кризис, через который проходят все люди. Это абсолютно нормально. И более того, кризисы нужны и необходимы человеку для того, чтобы он развивался в кризисе. Кризисы помогают человеку находить в себе новые ресурсы, находить в себе новые ориентиры, находить в себе новые грани и перспективы. Вот. Поэтому, если, например, у вас возрастной кризис, вот, ну, не обязательно, что вы, там, старая, нет. Кризисы бывают не только у старых людей. Вот. Если вы про кризис среднего возраста, нет. Кризисы могут быть возрастные, повторюсь, и, как бы, у более молодых людей. Вот. Если у вас кризис, то, соответственно, это один момент, один вариант. Второй момент. Второй момент. Второй вариант. Заключается в некой такой системной потери цели, системной потери, ориентировав системной потери, системной потери, как бы, смысла. Вот. В этом случае можно говорить о том, что какое-то время, какое-то количество лет, возможно, всю свою жизнь до этого вы жили, не замечая себя. Вот. Не замечая своих предпочтений, не замечая своих ценностей, не замечая своих границ, не замечая своих приоритетов. Вот. И какое-то время вас это устраивало, пока, вот, получается, эээ, ну, такой жизненный путь на автомате. Вот. Но, эээ, как бы, всё меняется, эээ, всё, как бы, течёт, и в данном случае, эээ, в определённый момент, вас это всё, ээээ, перестало удовлетворять. Вот. История, эээ, это абсолютно нормально, эээ, история, это абсолютно естественно. Когда, эээ, что-то, что раньше привлекало, эээ, привлекать, представить. Нарождается что-то новое. Но, ну, но, эээ, что именно нарождается, пока не ясно. Что именно нарождается, пока не понятно. И, соответственно, эээ, необходима вам, эээ, помощь для того, чтобы, эээ, забраться в том, что же, ээээ, новое у вас нарождается. Да, эээ, происходящее с вами может, может быть результатом определённой психологической травмы. Результатом определённого, ээээ, ну, скажем так, определённых событий, событий в вашей жизни. Ээээ, эээ, результатом определённого негативного опыта, который у вас мог иметь место быть. Эээ, ну, например, какое-то, эээ, такое, объединение неудач, например, эээ, объединение, эээ, какого-то негативного, эээ, какой-то негативно обратной, эээ, связи, вот, допустим. Эээ, ну, вот, ээээ, в вашем опыте. И, ээээ, как, эээ, результат, вот, ээээ, появление такого депрессивного состояния подавленности, когда не совсем понятно, что вообще делать. Поэтому, когда вы говорите, например, что ваша жизнь, допустим, потеряла смысл, да, и ничего не радует, очень важна история, очень важна, когда вы это стали замечать, с какого момента вы это стали замечать, и очень важно сопоставить это с тем, как вы жили. Как вы жили до того, как, собственно говоря, данное чувство начало вам замечаться. Экзистенциальные кризисы предполагают экзистенциальную психотерапию. То есть это именно работа со смыслом жизни, с ориентирами, вот, с приоритетами и так далее, и так далее. И необходимо этим заниматься. Вот. То есть вы сейчас гадаете, вы сейчас пытаетесь гадать, что с вами происходит. Вот. На мой взгляд, это позиция худшая, которую бы вы могли выбрать, потому что на гадание пратится достаточно большое количество времени, сил, энергии, вот, но ничего как бы не происходит. Я имею в виду, ничего не происходит, так скажем, полезного для вас. Да. То есть вот именно какого-то такого конструктива для вас не получается. Вот. Соответственно, соответственно, необходимо как-то вот в данном случае несколько изменить свой подход к проблематике, да, и вот как бы признать, что может быть, я не знаю пока, но может быть. Просто то, к чему вы привыкли стремиться, вас, например, не устраивает. Вот. Такое вполне может быть. Это довольно, довольно страшно и, может быть, неприятно осознавать, вот, потому что за этим автоматически следует перестройка. Ну, возможно или вероятная перестройка, которая, конечно же представляет из себя стресс. И чтобы, как мне кажется, этот стресс не был таким тяжелым, как раз таки необходима помощь психолога, помощь специалиста. Вот. Ну, как бы, необходима поддержка и направленность. То есть, чтобы вам, грубо говоря, придали какое-то направление. Вот. Понимаете, да? И в этом смысле имеет большое значение обратная связь, как ваша, так и специалиста. Вот. Потому что вы лучше себя поняли, чтобы вы лучше себя узнали. Вот. Чтобы вы лучше себя замечали. А это уже определенный процесс. Вот. Я думаю, что то, на что вам имеет смысл обратить внимание, это то, насколько вы честны с собой. Вот. То есть, мне кажется, что большинство экзотенциальных кризисов происходит потому, что человек привык себя обманывать. Привык обманывать себя и таким образом, довольно высокой ценой, значит, спрячется в мнимую скорлупу, в мнимую такую защищенность, вот, которая оборачивается для него подобным и подавленным состоянием. Вот. Так что я думаю, что начать вам имело бы смысл именно с этого, как мне кажется. с обзора, если угодно, ваших, вот, приоритетов, ваших ценностей и так далее. Вот. Чтобы увидеть, как бы, где происходит, если можно так выразиться, разрывы. Вот. Поэтому, если говорить о том, что предпринять и как быть, то я бы, конечно, рекомендовал бы пойти на психотерапию. Вот. Как бы и начать планомерно в себе разбираться. Если, конечно, вы, ну, действительно, как бы хотите как-то вот что-то изменить, да? Вот. Как бы тот факт, что вы обращаетесь к психологам, да, уже как бы так вот недвусмысленно намекают на направление того, что вам предпринимать и как вам быть. Вот. Не стоит здесь искать легких, легких решений, поверхностных решений и каких-то советов. Потому что жизнь ваша и необходимо, чтобы так было и дальше. Чтобы никто не брал ответственность за вашу жизнь, на себя. Вот. Это очень важный момент. Некоторые люди склонны к тому, чтобы этот момент упускать. Вот. И, ну, как бы достаточно с легкой, как мне кажется, руки, либо спрашивают совета, либо, значит, ищут какой-то годовый универсальный рецепт. Вот. Ни советов, ни универсальных готовых рецептов, как правило, у психологов, по крайней мере тех, кто занимается непосредственно практикой, нет и быть не может. Потому что каждая ситуация, каждая история жизни человека, она уникальна и индивидуальна. И вам, опять же, необходимо, в том числе и для себя, и для лучшего понимания других людей увидеть этот момент, увидеть этот аспект. Что вы уникальны. Что вы обладаете индивидуальностью. Даже если сейчас вам так не кажется. Вот. Понимаете? И к этому нужно относиться. Весьма серьезно. То есть, признать, что вы являетесь полноценной социальной единицей. Вы являетесь полноценной индивидуальностью. И к вам нужен соответствующий подход. Вот. Поэтому, начинайте путь исследования себя, своего внутреннего мира, своих целей. Вот. Если вы хотите что-то изменить, это весьма увлекательный и интересный процесс, который вам понравится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Гожелаем. Спасибо.